Друзья, я рад всех приветствовать. Поговорим об апрельских процессах, событиях немного затронем и наши курсы, которые тоже будут в апреле, весенние. Итак, мы с вами находимся в удивительное время попали. Попали уже практически не только в страстную неделю, которая сейчас двигается, и в католической традиции, и в православной через недельку начнется эта же самая неделя, которая сама по себе очень плотная, энергетически, стрессово, ну и как это часто говорят, астральный туман сгущается именно в эту неделю. Что есть, то есть. Ну и астрологи тоже, кстати, говорят, что сейчас очень такие сложные довольно аспекты, весьма напряженные для и личного прохождения этого периода, и социально, в том числе на уровне государства, ну довольно сложные моменты энергии, которые надо переварить и как-то их трансформировать. И практически один из моментов, который сейчас у нас особо, где-то даже очень позитивный, мы сейчас стоим на такой развилке выбора нашего будущего развития на очень большой период. Кто-то говорит 13-летний период у нас открывается в зависимости от этого выбора, кто-то говорит 20-летний, там и больше. Ну, может быть, вполне. Тем более, что все наши выборы, как правило, не так уж далеко отходят друг от друга. В любом случае, какой-то момент у нас напряжение, я думаю, все прекрасно ощущают, и стрессогонность у нас весьма повышенная сейчас. И в этой связи, конечно, подготовить свой организм, подготовить свое тело, свою психику, свою энергетику для прохождения этих моментов становится более чем даже актуально. Все эти изматывающие энергии можно нивелировать с помощью милосердия, сострадания, творчества. Но нас еще активнее втягивают и завлекают в разрушительный поток всеми способами, какие есть на вооружении. Практически этот период требует не только особой гибкости, я бы даже сказал, особая психическая устойчивость должна сейчас у нас формироваться для того, чтобы вообще все это вынести. И способы, которые оказывает та же психология сейчас, они бывают более медлительны, хоть и эффективны, но пока она оказывается, происходят новые события еще более ужасающие и более страшные. Многие серьезные специалисты-психологи тоже говорят о том, что не успевает процесс терапии поспеть за каким-то событием, чтобы его как-то снивелировать, как-то его исправить и поправить. Они сейчас меняются гораздо быстрее, чем идет помощь от них. Тоже интересное веяние нашего времени. Ну а дорога дальнейшего развития всего нашего социума, общества, она как всегда упирается в те же принципы, о которых я говорил очень давно. Это куда мы направляем нашу энергию. Энергии сейчас много, мы очень ее эффективно можем всегда направлять только в двух руслах. Либо это русло разрушительное, либо это русло созидательное. С одной стороны, созидательное русло, оно, конечно, приятнее и мощнее, и эффективнее, и даже для здоровья полезное, и так далее. Но оно требует усилия, требует некоторого, скажем так, нашего усердия, даже немного дисциплины. Что касается деструктивного русла, по такому руслу плыть можно без всяких усилий. Оно само вас вынесет на самое дно. И, как правило, не требует ни энергии, ничего. И только сильнее затягивает в эту трясину, и все больше, и больше, и больше. И выбраться из него потом бывает очень сложно. Слишком привлекательной становится эта энергия. Поэтому сейчас выбор от нас тоже идет всего общества в этом направлении. Либо мы будем разрушать, либо мы будем создавать, созидать. Два этих направления, соответственно, имеют и последствия, которые впоследствии, опять-таки, разворачиваются в события. Которые тоже мы можем наблюдать очень ярко и естественно в наше время. Не дай бог, чтобы эти события развивались дальше по экспоненте. Выбрать какой-то третий вариант никак не получится. Мы все равно будем либо создавать, созидать, либо разрушать. Так устроена энергия. Я думаю, об этом многие уже знают. Это вещи естественные. Пребывание в стрессах. Тоже сейчас, наверное, тренд нашего времени. Мы находимся в стрессе практически довольно большую часть. Даже если мы внешне это не проявляем. В подавленной форме это еще больше влияет и воздействует на нас. Я думаю, все уже достаточно образованы. Понимая, что психосоматика, которая существует, она является, скажем так, определителем 70% всех наших заболеваний. Психа – это душа. Сома – наше тело. И вот эти вот психические напряжения нашего душевного уровня, душевного нашего состояния, они идут в тело. Сгущается кровь, уменьшается количество кислорода. Там, я думаю, много и медики, и психотерапевты, и психиатры прекрасно знают, как работает длительное пребывание в стрессе каком-то. Вот это такой срез. Срез такого нашего периода, который, в принципе, всем известен. Ну, вот немножко я внимание на него еще раз переключил. Ну, и выход из этого всего я предлагаю сделать двумя режимами. Конечно, выход отчасти все равно мы будем в этом находиться, пространстве. И периодически мы снова и снова будем в него погружаться. Но когда мы, скажем так, немного себя подготавливаем, то уже можно нырять, и своеобразный зонтик можно построить. Первый этап, первый режим, я его еще называю, это подключение к тем ритмам, которые сейчас природно проходят у нас на планете. Ну, по крайней мере, северное полушарие. У нас с вами здесь весна наступила. И к этой весне я предлагаю войти с ней в резонанс, подключиться к этой весне, к этой энергии, когда все цветет, когда расцветает, когда готовится у кого-то, может быть, еще только к этому периоду расцветания. Это энергия, которая в природе очень циклична и дающая. Это действительно происходит раскупоривание тех скрытых резервов природы, которые находятся. Когда мы находимся в сотворчестве с этим процессом, мы получаем эту энергию в свое личное пользование, в том числе. Ну, а в целом, конечно, наши личные потоки энергии могут быть настолько сейчас обессилены всеми событиями, которые сейчас проходят, что иногда есть смысл, вот как серфер ловит волну. Вот здесь мы тоже, вступая в резонанс с природой, ловим волну вот этого цветения, этого периода расцвета и двигаемся вот в направлении вот именно весеннего потока, наполняя себя этой энергией, хотим мы того или нет. Это будет реализовано с помощью двух наших курсов. Курс магнолии, который вот буквально скоро начнется, и курс весенний пейзаж. Мы через эти две работы с вами как раз синхронизируемся, погрузимся в эти потоки и наполнимся именно той силой, которую сейчас очень, скажем, щедро льет наша природа. Еще один из элементов, который здесь тоже будет для нас очень значим, мы действием, не ментально, не медитативно, мы действием подтверждаем свое созидательное начало, свой созидательный выбор, свое созидательное действие, для кого этот выбор является актуален, кому это действительно более необходимо. Кто выбрал разрушительные потоки? Ну, здесь, наверное, все, что я говорю, будет детским лепетом. Я думаю, не стоит даже на это внимание заострять. Выбор есть выбор, но последствия выбора тоже придется сознательно и по-взрослому принять полностью. Все-таки ломать не строить. Всегда разрушительное дает разрушение всего, вплоть до органической жизни. Ну, а я иду дальше в ту фразу, которая называется «красота спасет мир». Об этом я бы отдельно хотел бы очень поговорить, как это происходит и почему. Но это попозже. Если подытожить, то весь первый режим у нас будет связан с настоящим процессом. Это то, что происходит в природе. Мы с этим синхронизируемся, мы с этим соединяемся, наполняемся. Ну, и энергетически, скажем так, берем вот тот дар природы, который сейчас проходит во всей нашей северной половинке земного шара. Второй режим, он больше уже о прошлом. Это артерапевтическая сессия, состоящая из нескольких циклов. Мы ее назвали поток. Именно поток, который всегда есть, всегда присутствовать в нем можно. Поток особого созидания. Все равно какие-то моменты мы уже пропустили в свое сознание. Какие-то проколы уже произошли. У кого-то серьезные травмы, у кого-то серьезные раны от того, что было. От того, как это на нас все рухнуло в одночасье. Ну, практически это, если своими словами называть, это травма. Серьезная травма. И слово психотравма здесь не всегда подходит. Это бывает даже у кого-то глубже. Это может быть разрушится вся целостность жизни, картина мира. Вот практически для восстановления вот этого нашего всего процесса, который мог прийти в абсолютно деструктивную непригодность, мы запускаем наш курс поток. Именно второй режим нашей работы будет связан именно с разбором последствий. Вот с этими разрушенными нашими конструкциями, которые могли пройти. У кого-то это могут быть просто какие-то, может быть, сорняки, занозы, ранки какие-то мелкие. У кого-то серьезные потрясения. И это все, конечно, с помощью арт-терапии. Наверное, один из самых действенных инструментов, чтобы это сделать корректно и экологично. Здесь нам как раз в помощь это будет очень хорошо. Практически мы будем избавляться от стрессовых, шокирующих паттернов, которые могли слишком глубоко проникнуть в нашу нейронную систему в том числе, в наше сознание. Есть старое древнее поверье, что именно в любую смуту, в любые темные времена лучшее, что является выходом из этого, это добродетель. Любые добродетели, они практически компенсируют все. Я считаю, что творчество и создание красоты, это является как раз той добродетелью, которую практически любой человек может подарить миру что-то красивое, от всей своей души послать некий посыл этой красоты, материализуя его, подтверждая вот эту внутреннюю манифестацию созидания всей Вселенной. Ответит ли она на это? Ну, на практике моей работы я вижу, что отвечает. Отвечает и очень эффективно отвечает. Наблюдать этот процесс, конечно, более чем удивительно. Завтра мы как раз начинаем наш первый режим. Вот с этого полотна мы пойдем в него синхронизироваться. Именно с тем процессом создания вот этих громадных цветов, которые, наверное, одни из самых сильных в весеннем расцвете. И кто видел эти мощные гиганты, цветение, наверное, такой цветочный гигантизм весны, вот через него как раз будем и подключаться к процессам, которые связаны с пробуждением мощной силы и энергии. Я специально сделал цену весьма доступной, чтобы вы могли использовать оба эти режима для своего гармонизирования, своей жизни. Всем всего доброго. Желаю мирного неба и мира в душе. Прежде всего мира в душе. И выходить за пределы своих представлений все дальше и выше. Вот прям в этот цвет.